Всем доброе утро, ребята! Очень приятно, что вы пришли. Второй день, день сложный, поэтому надо себе поаплодировать за это. Давайте поаплодируем. Сегодня я вам буду рассказывать свой доклад, который основан на реальном случае, но то, что на реальном примере, на реальном проекте, то, что было, как мы победили все проблемы, которые у нас были. Но сейчас я хочу прежде всего представить себя. Меня зовут Влада. Работаю я QA-менеджером, QA-консультантом в Testing Center of Excellence в Сиклуме. Что такое Testing Center of Excellence? Это отдельное вообще подразделение QA-специалистов, которые трудятся по различным направлениям и предоставляют сервисы только по тестированию. Трудимся мы в таком направлении, как мануальная автоматизация, перформанс и security. Также у нас есть отдельные такие бойцы с разных этих направлений, которые я сказала, и они проводят аудиты консалтинг. Что такое аудиты консалтинг? Это значит, мы заходим на проекты, которые либо существуют у нас в Сиклуме, либо проекты, которые извне приходят и просят помощь в организации процессов, и в организации вообще понять, что у них не так, дать рекомендации. И вот меня на один из таких проектов в Сиклуме заслали, для того, чтобы я помогла ребятам разобраться в той ситуации, которая у них была. И прежде чем начать свой доклад, я хочу спросить у вас, был ли у вас опыт работы вообще в N2N-тестировании? То есть кто-то занимался этим или нет? Ага, то есть есть такие ребята. Кто работал вообще в кросс-интеграционных командах? Есть такие? Хорошо, сейчас еще меньше. Да, ребят. Смотрите, мой доклад будет интересен всем. Почему всем? Потому что те, кто работали в N2N, они понимают, что такое, кто работал в N2N, плюс в кросс-интеграционных командах, они понимают вообще, что это такое. Но я расскажу про этот процесс. Возможно, вы работали в хорошем процессе, и вы знаете, какой он должен быть, но вы можете посмотреть, какой он может быть на самом деле. Тех, кто не работал, вы можете для себя подчеркнуть, как не должно быть, и как, если в случае у вас возникают какие-то подобные случаи, которые были у нас, как эти проблемы можно решить. Вот. Ну и, собственно, темой моего доклада являются проблемы и рекомендации в организации тест-процесса в кросс-интеграционных командах. О себе я уже не буду рассказывать много, я уже рассказала, поэтому, если будет интересно, можете ознакомиться с этим слайдом после презентации. Сегодня я попытаюсь вам рассказать про вообще, что такое тестирование в кросс-интеграционной команде, расскажу, какие челленджи, какие проблемы бывают в организации тест-процесса, какие бывают инфраструктурные проблемы, затрону взаимодействие коммуникационные проблемы, как их решить, какая вообще должна рекомендации дам, какая должна быть структура команды, ну и затрону вопрос, как мы настраивали сетап автоматизации в столь нелегком кейсе, который был у нас. Итак, начнем. Что такое end-to-end тестирование? Основная цель end-to-end тестирования — это определить вообще системы, которые будут принимать участие в процессе end-to-end, также понять, как данные из стартовой системы попадают в последнюю нашу точку, и как эти данные интегрируются между собой. Главная задача — это проверить, чтобы данные, которые интегрируются, они попали в конечную систему правильно. Что такое end-to-end тестирование в кросс-интеграционной команде? То есть вот у нас есть очень много систем, да, так, где, ну, то есть вот есть системные команды, вот они все занимаются там разработкой, тестированием, и они не знают в конечном итоге, как они будут между собой интегрироваться, что должно получиться в конечном итоге. Они вот такие независимые единицы. Какие ожидания должны быть, чтобы эти независимые единицы, они понимали вообще, какая их цель, и как они к этой цели движутся, для чего они создают свои системы, свои приложения, там, разрабатывают свои модули, и какая у них вообще цель, и как они будут друг с другом взаимодействовать. Если мы говорим про проблемы, которые связаны в end-to-end команде, в кросс-интеграционной именно команде, они, ну, то, что я для себя вывела, что они относятся к правильному построению процесса, инфраструктурному менеджменту, и одна из основных тоже проблем — это коммуникация и взаимодействие между командами. Ну, и сегодня я вам далее расскажу про это. Ну, начнем про процесс, про организацию процесса. Если мы говорим про организацию процесса, когда я пришла, мне только сказали, вот есть Влада команда, и больше, в принципе, ничего не было на тот момент. Команда состояла у нас из трех автоматизаторов и одного — Automation QA-лида. Вы знаете, у меня первая мысль возникла, почему команда состоит из автоматизаторов, когда, в принципе, еще никто не тестировал это мануально, какие-то системы там… То есть вообще я спросила у ребят, ребят, вы знаете, какие системы принимают участие? У них не было этого понимания. Ребята, вы там знаете какую-то информацию? Нет. А почему команда по автоматизации? Ну, вот так решили. Ну, ладно, думаю, раз так решили, мое было первое вообще понять, какие, ну, вообще есть ли понятия системы, то, что я сказала ранее, есть ли доступ к системам, есть ли требования для end-to-end flow, есть ли тест-дизайн, на основе которого будут писаться наши автоматизационные тесты, есть ли тестовые данные, которые будут использоваться, есть ли вообще понятие о готовности тестового окружения для end-to-end сценариев. Ну, что я получила, что ребята не имеют вообще этого представления, они знают, что вот они должны что-то делать, ну, что? Ну, вот end-to-end должен быть. То есть что-то где-то было у кого-то, там у нас была тестовая спецификация, не тестовая спецификация, а спецификация к одной из подсистем на немецком языке, вот ребята там изучали эту спецификацию, да, как бы ни было печально. Вот. И я решила все-таки не менять пока структуру команды, пока все проблемы не будут решены. Из чего я начала? Я начала вообще с того, чтобы с такого понимания, какие системы будут все-таки принимать участие в этом end-to-end тестировании. Как оказалось, у нас было 7 отдельных систем, которые будут интегрироваться в одну CRM-систему. У нас был один общий дата-агрегатор для всех систем и один общий интеграционный уровень, который нам помогать будет, собственно, процессить вот все данные из вот этих 7 систем в одну общую CRM-систему. И, как оказалось, что, конечно, в этом систем очень много, и много принимает команд по разработке и тестированию в разных странах и в разных временных зонах. Потом, что было потом? Потом было то, что я решила узнать знания, получить знания вообще о системах, об этих разных системах, которые будут принимать участие непосредственно в end-to-end сценарии. С чего я начала? То есть мы начали с того, что нам нужно было заполучить доступ к этим системам, нам нужно понять вообще специфику систем, специфику flow, flow, которые вообще в системе есть, доменную специфику. Доменная у нас, в принципе, было понятие, но все равно было интересно получить эти знания, чтобы понять, как это работает в общем, каждая из систем. Получить информацию об архитектуре этих систем, технологии, которые используются, и, соответственно, на этом вообще понять наш скоуп и понять готовность этих систем к end-to-end сценариям. Затем после этого также немаловажную роль играет получить контакт основных людей, которые занимаются разработкой каждой из систем. Я получила такие контакты, как системных команд, интеграционных системных команд. Почему? Потому что системные команды, они уже разрабатывались ранее, у них был, для каких-то систем это была просто поддержка, для каких-то там что-то допиливалось заново, а вот интеграционные команды, они двигались вот именно в этом направлении, они изначально, то есть было это придумано, и они для того, чтобы изначально разрабатывать вот эти интеграционные компоненты, то есть дата-агрегатора, за который я вам говорила, и интеграционную шину. После того, как я получила информацию о системах, получила знания о представителях из этих системных команд, бизнес-аналитиках, продуктовнеров, project-менеджеров, лидов, все как положено, я подумала, классно, теперь мы можем вздохнуть, и мы спросим всех наших представителей о end-to-end сценариях, соберем нашу документацию, запрувим ее, приоритизируем, и можем стартовать. Возможно, даже есть какие-то уже тестовые сценарии у каждой из команд, которые мы можем использовать для наших автоматизационных тестов, но что я получила? Когда первый раз была сессия у нас с системными командами, с каждой из системных команд, у них вообще не было понимания о том, что вообще зачем наша команда, какая наша цель, что мы будем делать, и почему это должны быть мы. Соответственно, у нас не было требований end-to-end сценариев, и не было вообще ответственного человека, того, кто нам бы помог получить эти требования. Потому что были какие-то бизнес-аналитики, ну, когда мы там к одному бизнес-аналитику пришли, говорим, есть ли какие-то требования для end-to-end сценариев, он говорит, да-да, но ты обратись еще к вот этому бизнес-аналитику, у него есть больше знаний. И вот меня вот так по кругу посылали, в итоге я получалась, возвращалась опять к бизнес-аналитику, изначальной точки, к которой я уходила, я обратно возвращалась в эту точку. Ну, и для того, чтобы не паниковать, то есть все-таки требования нам нужны, и не сдаваться нам ни в коем случае нельзя, потому что у нас сроки были очень сжатые и определенные. Хорошо. Так, мне пришлось все-таки брать… Хорошо. Ну, надеюсь, на классные фотки. Так, то есть, да, я решила, что делать. То есть, мы решили все-таки, как нам собрать эти рекварименты. И какое было решение, то есть, собраться опять со всеми представителями из каждой команд, объяснить вообще цель end-to-end тестирования, для чего оно нужно, получить хотя бы системные рекварименты, то есть, те, которые старие есть, спецификации есть, вообще любая документация, которая может нам помочь, приоритизированную, конечно, по приоритетам, проревьювить то, что мы получили, и задокументировать, и заопровить с бизнесом наши требования. И, вы знаете, это сработало действительно. То есть, мы получили системные требования, каждая из систем, мы получили знания об этих системах, потому что нам рассказали, пошли нам на встречу команды по тестированию, и они нам рассказали вообще про системы, мы узнали скоп и приоритет для каждой из систем, и получили для себя требования для end-to-end сценариев. Следующая немаловажная вещь, все-таки тестовая документация. Кто будет ее писать? У нас команда по автоматизации, соответственно, ребята, которые принимают участие в автоматизации, им не очень хочется писать эти тестовые сценарии, и, соответственно, у них нет не только желания, у них нет и достаточно скиллов технических для написания тестовой документации, не было никаких вообще входящих данных, к примеру, как они будут процесситься, эти букинги с технической точки зрения, ну и так далее. И что в следующем стояло, это то, чтобы объяснить вообще нашему сеньор-менеджменту, который непосредственно занимался вот этой разработкой интеграционной шины, о том, что мануальное тестирование все-таки тут будет нужно, и нам нужна поддержка со стороны мануальных ребят системных команд. И то есть нам нужно этих ребят вовлечь, чтобы они нам помогли от лист для написания тестовой документации. Ну и, конечно, одна из таких задач, это замотивировать команду по автоматизации. Скажу честно, это не очень легкая задача, потому что ребята упрямились и не хотели идти практически ни на какие уступки. Они говорили, вот давай нам там, Влада, документацию, будем что-то делать, будем писать. Нет документации, нет ничего. Ну, как замотивировать команду? Это сложно, но мне пришлось что сделать? Мне пришлось объяснить ребятам о том, что в какой мы ситуации оказались. Мы все вместе в этой ситуации оказались, и я, и они. Соответственно, нам надо принять эти условия, те, которые есть. Нужно то, что будут мануальные ребята, которые будут помогать. И, соответственно, мы будем вместе дальше продолжать работать над тем, чтобы автоматизация все-таки на этом проекте стартанула. Но без мануального, хотя бы один раз без мануального тестирования у нас это никак не произойдет, потому что мы должны убедиться в том, что это работает мануально, потому что это ни разу не тестировалось. Вот. И что мы сделали? То есть я попросила мануальных ребят все-таки быть ответственными. Нам выделили этих ребят из системных команд, и я попросила их быть ответственными за написание тестовых кейсов для нас. Ребят из автоматизации попросила быть вовлеченными в создание темплейта, который им будет в помощь даже для тех же самых, с которыми будет удобно работать при написании автоматизационных тестов. И мы определили структуру по тест-кейсам, по функционалу и по приоритетам. И что мы получили как такой итог? То, что у нас была уже ответственная команда, мануальные ребята, за написание они были тест-кейсов, у нас был темплейт, структура, и у нас уже были, потом у нас уже были как итог всего, мы получили тест-кейсы для N2N-сценариев. Ну, что, перед тем, так как я вам уже говорила, что у нас команды сидели в разных вообще странах, они находились не только в Украине, не только в Киеве, и даже в Украине, не только в Киеве, а еще и в другой локации они были. Соответственно, нам нужно перед началом было договориться о том, как мы будем действовать. Мы должны были действовать сообща по договоренностям, которые мы принять должны были вместе. То есть я заинволвила всех ребят, которые будут участвовать в процессе, обсудить наш вообще подход, то есть что мы будем тестировать, как мы определили наш definition of done, definition of ready, как мы будем репортить, как мы будем понимать, что у нас будет релиз readiness, ну и так далее. Все стандартные вещи, которые решают команды перед началом своей работы. Мы все процедуры задокументировали и, соответственно, положили в один storage. Какой, если мы говорим про порядок тестирования, он, наверное, как и у всех, то есть сначала должен был быть smoke, потом acceptance-критический flow для end-tone сценариев, регрессионка, ну и user acceptance-тесты. Если мы говорим про smoke, то мы решили, что в smoke у нас будет принимать только один самый критический flow для самого критического функционала, с какой целью для того, чтобы убедиться, что вот наша end-to-end flow для одного, для отлист для одного flow работает правильно. И в зависимости от этого, правильно либо неправильно, определить блокер баги. Если мы говорим про acceptance-тестирование всех end-tone flow, понятно, что у нас была задача найти все баги нашим тестированием. Все баги, конечно, найти сложно, но по возможности нужно пытаться. И регрессионку мы разделили на p1, p2 и p3, p4 сюты. Для чего? Для того, чтобы ранить самый критический функционал заранее и получать, естественно, фидбэк о качестве end-tone сценариев тоже заранее. Для того, чтобы была возможность перетестировать, пофиксить, ну и так далее. Ну и потом уже затем у нас был user acceptance-тестирование. Если мы говорим про defect management, это тоже было очень интересно. Почему интересно? Потому что мы не понимали, с одной стороны, где эта ошибка может произойти, в какой из систем, так как мы были задействованы во многие системы. И что было решено? Было решено вообще, когда мы создаем багу, мы анализируем, на какой стороне она могла возникнуть, эта бага, но мы никуда ее не осадим, ни на какие борды дальше она у нас не продвигается. Потом мы ее создаем на своей борде. У нас была в Jira своя борда. Потом у нас идет баг-3H-митинг, где собираются представители системных команд, представители интеграционной шины, и мы решаем вообще, с какой стороны могла возникнуть бага. Про плюс мы выставляли сами приоритет, ну так как мы его видели, но на этом митинге была возможность еще сделать и реприортизацию этих дефектов в зависимости от того, какие есть нужды у бизнеса. Потом, когда мы обсудили, мы делали дубликат бага и санили на правильную команду, которая нам сможет помочь и пофиксить эту багу. Ну и, соответственно, уже потом шел процесс. То есть нам совмещали об изменениях, о том, что мы можем проретестить, но самое главное это было сделать дубликат и засанить на правильную команду, чтобы нам помогли. Вот. Ну, когда мы уже определили все процедуры, у нас стала такая задача, это тест-экзекюция, то есть наше, собственно, тестирование. Но у нас тестирование тоже не могло пройти просто так. Ну, вы понимаете, ситуация не очень простая. И, соответственно, у нас возникли некоторые инфраструктурные трудности, о которых я вам расскажу далее все-таки. И поэтому, так как эти были инфраструктурные трудности, пришлось опять вовлекать мануальных ребят в помощь нам, чтобы они нам помогли с мануальной точки зрения протестировать те или иные вещи. Но и команда автоматична должна была тоже быть вовлечена в изучение технических деталей. О каких технических деталях мы говорим? То есть если мы говорим про инфраструктурные изменения, то есть у нас получается как? Тестовое окружение. Одно из таких основных вообще требований к тестовому окружению для N2 сценариев, что данные из одной системы должны попадать в конечную систему автоматически. Согласны? Но что у нас было? У нас было из-за того, что у нас были определенные системные, из-за определенных системных конфигураций, специфики приложений, специфики данных, которые передаются, из-за того, что там были определенные лимиты в бюджете для того, чтобы все эти ограничения в системных конфигурациях пофиксить. Нам сказали, ребята, будет полуавтоматическая процедура, процессить данные и вообще не автоматический процесс. Ну, звучало тоже не очень оптимистично, не очень хорошо, но надо что-то делать. И что мы решили? То есть команда автоматизаторов была вовлечена для того, чтобы изучить вообще какие форматы данных, какой маппинг нужен для того, чтобы запроцессить, сделать все-таки вот эти данные, чтобы они передавались даже с нашими какими-то мануальными эфортами, которые нам нужны, плюс получить доступ ко всем папкам, логам, которые нам могут помочь, которые нам могут помочь, и, соответственно, для того, чтобы промониторить вообще сообщения, промониторить проблему. И мы получили. И вот процесс самого тестирования выглядел для полуавтоматической процедуры, выглядел таким образом, что для полуавтоматической процедуры у нас больше принимали участие мануальные ребята, то есть тут на них лежала такая задача. Они со своей стороны создавали данные в начальной системе, проверяли статус. Плюс, ребят, по автоматизации просто лежала такая возможность, невозможность, а ответственность, чтобы они смотрели вообще статус того и мониторили ошибки, если они есть, запроцессились ли данные с интеграционной шиной или нет, правильно, неправильно. Ну и потом все вместе проверяли детали по данным, которые были введены в начальную систему, проверяли в конечной системе, все ли данные попали верно, корректно, ну и так далее. Если мы говорим про неавтоматическую процедуру, тут уже было все посложнее, и тут лежало больше ответственности на ребятах по автоматизации. Конечно, им пришлось очень сильно себя пересилить для того, чтобы с этим дальше работать, но мы это сделали. То есть ребята, как и в прошлой, в предыдущей процедуре, не полуавтоматической, они тоже создавали мануальные ребята данные, проверяли статус, но тут уже на автоматизации лежала такая ответственность, что они должны генерировать были определенные форматы данных, по определенному маппингу, который требуется для процессинга в конечную систему, в зависимости от тех данных, которые пришли от мануальных ребят, и процессить, то есть make it item process to end систему, и также смотреть ошибки, и проверять данные попали. Ну то есть что касается проверки в конечной системе, тут все оставалось у нас как было. И мы получили все-таки успех. Мы заранили все свои N2N сценарии успешно. Также, что было очень интересно, то, что мы своими сценариями даже нашли определенные дефекты в системах. Из-за чего мы их нашли? Потому что мы, в свою очередь, задавали очень много вопросов разным командам о том, как тут должно быть, как здесь, что требуется, и, соответственно, ребята поняли, что они не все запроцессили, не все продумали изначально, когда занимались разработкой. И были очень рады в конечном итоге. И говорили, классно, мы поняли теперь цель, какая вообще была у N2N команды, найти нам тоже баги в системах. Да, если мы говорим про взаимодействие, то у нас тут тоже были определенные трудности. Почему они были? Потому что у нас много команд, очень много представителей из бизнеса принимало участие в каждой из команд. И вот они, много было разработок, много было требований, какие-то системы, как я говорила, уже разрабатываются, там добавляются фиксы багов, какая-то система уже с нуля разрабатывается, там они добавляют определенный функционал. И у нас не было вообще понятия о скопе и частоте апдейтов этих систем. У нас не было понятия вообще, когда системы, которые разрабатываются с нуля, они будут готовы для N2N сценариев, какие изменения в систему приходят и возможные последствия, которые могут возникнуть с N2N сценариями. То есть мы не знали рисков. И, соответственно, что у нас было, это то, что у нас возникали определенные проблемы во время процессинга наших букингов. Мы создавали непонятно, это баги, либо это бага была из-за того, что там где-то кто-то что-то забыл подключить, какой-то микросервис. И, соответственно, мы не могли заранее вообще никак понять рисков и придумать план этих рисков, как мы можем их пофиксить заранее. Что было сделано? Было сделано, мы создали синкапы. Сначала они у нас были изначально на ежедневной основе, потом мы начали их делать реже в зависимости от того, как нам надо было. Зачем мы это делали? Для того, чтобы, когда мы только начинали, у нас было очень много проблем, очень было трудностей, не было недопониманий. Кто там принимал участие? Это команды project management, представители. Это были product owners, был представитель из интеграционного программа менеджмента, были тех лиды, end-to-end QI lead был. И для чего мы там собирались? Это определить вообще скоб для апдейтов, определить даты, когда будут системы апдейтиться, проанализировать и придумать план по рискам, ну и обсудить, заэскалировать критические проблемы. Также была возможность и обсудить какие-то проблемы. Но митинги не должны быть долгими. У нас это было полчаса, не больше, то есть в день, когда мы на ежедневной основе. Потом мы уже собирались, понятно, график выбрали, тот, который нам нужен на еженедельной основе. Так как команд, у нас разные системы, ребята мануальные принимали, помогли и помогали нам из разных вообще под команд. Была команда по автоматизации наша, и вот они тоже, и с ними нужно было как-то взаимодействовать, и нужно было понимать, кто куда бежит, потому что в какой-то момент ребята начали находиться в таком хаотичности, то есть они говорили, что какой у нас вообще скоб, а где это определено, где это найти, какой вообще прогресс, кто чем занимается, вот, какие у нас риски блокера никто не понимал вообще, какие у нас там релиздаты, и для этого у нас был дейлики. Мы внедрили дейлики, здесь уже принимал программ-менеджер, для того чтобы он тоже ребятам отвечал и шел на обратную связь, если есть какие-то там проблемы, трудности, заэскалировать их. Был QALIT и все представители из end-to-end команды. Для чего мы это делали? Мы это делали для того, чтобы показать прогресс, как я уже сказала, заэскалировать проблемы. И вот если мы говорим про то, как мы визуализировали этот прогресс, то есть такой пример, мы создали Google Doc, вы можете там, не знаю, где-то в своей тузовине ввести, но зачем придумывать больше, если есть Google Doc, и можно тут тоже неплохо, как по мне, визуализировать. Что у нас было? То есть у нас были фазы. Где эта красная штучка? Ну, в общем-то, вы видите, ага, вот. То есть тут были фазы, тут были члены, люди, которые принимают участие, какая их доступность в какой момент. Тут были именно активности каждого из человека, приоритеты, кто ответственный, и, соответственно, когда мы планируем закончить наше тестирование по датам. Если мы говорим про дневной прогресс, то есть тут метрики вы можете собирать, какие хотите. Мы собирали то, что нужно было менеджменту. Это баги, об открытых багах, какие у нас, какие, ой, в какие дни. Так, в какие дни, какой у нас рейт, пас-фейл рейт, также по тест-кейс-дизайн статусу, по тест-кейс-креэйшн, рейту в какой день, можно было посмотреть, какие у нас тенденции вообще идут. Вот. И как подсуммировать, что я сказала, что нам привели, к чему привели эти митинги, это то, что мы начали получать вообще регулярные новости о том, когда будут апдейтиться системы, с чем, какие приоритеты для апдейтов. Также у нас была возможность заранее определить риски и придумать план для того, чтобы эти риски предотвратить, заэскалировать вовремя критические проблемы, которые есть, и показать всем прогресс и Project Health засинхронизировать между командами, не только между командами, а и представителями из бизнеса. Вот. И если мы говорим про структуру команды, как вы поняли уже, она у нас изменилась, и у нас появилась такая роль, ну, как ее лид. Лид был ответственный за процесс и подходы в имплементации, за то, чтобы мониторить, планировать и следить за работой между кросс-интеграционными нашими командами, регулярный репортинг, people management, и поддерживал ребят в создании к ее автомейшн подхода. Если мы говорим про мануальных ребят, они были основными knowledge-киперами о системах, ответственные за создание тест-кейсов и за полуавтоматизированную процедуру, за эскалирование проблем. Ну, это, в принципе, общее, то есть эскалируем проблемы мы все вместе. То есть это были и мануальные, и ребята по автоматизации. Ребята по автоматизации у нас стали ответственными за поддержку тест-кейсов создания, ответственные за вообще не за автоматизированное end-to-end flow, ответственными за тест автоматизации, за имплементацию. И вот как это выглядело. То есть, вот, как помните, у нас было три человека по автомейшнам, сейчас у нас стало четыре мануальных человека добавилось, и три автоматизатора так и остались. Вот, если мы говорим про автоматизацию, на данный момент автоматизация еще находится в процессе. Здесь есть тоже Дима, который сейчас на данный момент является лидом, и ребята, соответственно, работают над этим процессом, над улучшением его. Мы все-таки не оставили этот вопрос. И как выглядит, то есть на данный момент, так как вы помните, что у нас ничего не за автоматизировано, ну, не то, что ничего, полностью оно не за автоматизировано, сложное, и иногда старая архитектура принимала участие, потому что системы разрабатывались, есть те системы, которые разрабатывались еще в 2000-х годах, у них UI не совсем юзер-френдли, которому можно подключиться просто так и за автоматизировать. Много внешних и внутренних зависимостей также. И что мы сделали? Мы получили доступ к API. Это было не так легко и просто сделать, потому что нам тоже найти ответственного за человека было сложно по API. Но все-таки мы это сделали, ребята уже получили доступ. Соответственно, автоматически сейчас генерятся форматы данных, которые процессятся через интеграционную шину в конечную нашу точку, конечную систему. И за автоматизировали мы проверку этих данных в нашей общей CRM-системе. Ну и какие у нас порядок? Это smoke, regress, acceptance, flow. Что мы получим? Возможно, Дима вам расскажет уже в следующий раз, что все-таки вышло у ребят по автоматизации. И какие такие для вас я могу вывести рекомендации, которые для меня были полезными, какие я вообще для себя уроки освоила после этого проекта, что вообще не меняйте ничего, не только структуру команды, пока все проблемы не будут решены, и вы не будете вообще понимать, куда мы движемся. Будьте проактивны и не циклитесь на проблеме, а ищите решение этой проблемы. Не пытайтесь, вообще не пытайтесь решить проблему самостоятельно, а ищите людей, которые вам смогут помочь, которые вам смогут дать совет, куда обратиться, если в случае кто-то не хочет вам отходить и не хочет вам помогать. И коллаборируйте со всеми стейкхолдерами, и будет все хорошо. Все, всем спасибо за внимание. Дякую. Спикеру, если у вас есть вопросы, у нас есть 5 минут. Я даже улучшилась во время, все четко получилось. Спасибо, очень интересно было послушать. В самом конце у тебя на слайде появился Integration Program Manager. По сути, это был второй человек, наверное, который должен был отвечать за половину тех задач, которые перед тобой стояли. Почему он так поздно появился? И была ли от него какая-нибудь польза вообще? Смотрите, то есть он должен был, но мы же понимаем, если я должен, то я иногда прощаю. Но вот у нас так произошло, что когда я пришла, команду собрали без меня, и Integration Program Manager на тот момент вообще был непонятен, кто этот человек. И после этого, что было, то есть после этого, когда мы уже определили, он начал давать людей, начал помогать нам эскалировать проблемы. И вот в этом он сыграл роль, а вот во всем остальном нет. То есть он нам помогал эскалировать, и на кого правильно это заэскалировать. Вот так. Еще запитание. Скажите, пожалуйста, а по каким критериям у вас происходила приоритизация? По фичам или уже по тестам внутри? По наборам тестов, по конкретным фичам? По наборам тестов в конкретных фичах, и какие тесты будут полезны для интернет-сценариев. А, то есть сначала более важные там тесты, да, внутри набора для фич? Сначала фичи, то есть сначала фичи, потом флоу в фичах, и потом мы выбирали те флоу, которые в этих фичах критические, будут критическими для интернет-сценариев. Спасибо. Есть у кого-то еще запитание? Давайте подякуем спикеру. Скажите, пожалуйста, я так поняла, у вас достаточно большая команда была в общем, много очень людей вовлечено. Сталкивались ли с тем, что кто-то из людей, к которым вы обращались, не были настолько заинтересованы в самом этом интегрэйшн-тестировании, говорили, у нас нет сейчас на это времени, мол, ну, это надо делать, но вот не сейчас. Как вы добивались, чтобы все-таки все, ну, занялись этим процессом и занялись заранее, потому что вот такая проблема встречается? Изначально, если мы говорим про тест-команду, то есть изначально ребята так и поступали, то есть у нас нету такого, у меня есть свои задачи, есть свои приоритеты, мне никто этого не приоритизировал, но потом мы как сделали, я пошла к вот этому интегрэйшн-про, программ-менеджеру и сказала, вот смотри, у нас такие проблемы, я ему там презентовала, описала, потанцевала, не знаю, что с ним, то есть все, что возможно для того, чтобы доказать, что нужны нам люди и нам аллоцировали людей, то есть дали определенных людей и системных команд, которые будут нам помогать и саппортить в этом сценарии. Повезло. Да, нам действительно повезло, потому что люди были там чуть-чуть недозагруженными. Еще есть запитания? Все, еще раз давайте подякуем спикеру, зараз перерва. Все, всем спасибо, ребята. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok